Всем привет, друзья! С вами я, Жека Гост, и мы продолжаем смотреть различные моды для GTA 5. И сегодня у нас с вами на очереди будет просто офигенный мод, который добавляет в GTA 5 огромный VIP-отель миллионера, находящийся прямо на поле для гольфа, друзья. Серьезно, просто офигенный шмот. Ну и что ж, давайте мы начнем сразу же его рассмотрение. Посмотрим его, как говорится, с самого начала. Начнем, пожалуй, вот так вот слева направо. И в конечном этапе мы, как говорится, замкнем этот круг, вот дойдем до суда и уже сделаем какую-то оценку этого дома и решим, а стоит ли вообще его добавлять к себе в GTA 5. Ну что ж, пожалуй, начнем. Здесь у нас с вами находится, как вы видите, такой маленький ларек с мороженым. То есть можем здесь купить какую-нибудь мороженку, освежиться, как говорится, ну и просто подкрепиться таким хорошим настроением, да? Так, здесь у нас, друзья, с вами находится, как вы видите, столик. Тут стоит различная выпивка, там пепельница, ну и тому подобное. Ладно, такие вещи мы не будем смотреть, такие маленькие, как говорится. Будем смотреть все нормально, по порядку, да? Какие-то существенные изменения. Так, здесь у нас, как вы видите, находятся такие вот приспособления для готовки, что ли, да? Тут раковину, чтобы руки помыть. Здесь, собственно, вот тут вот сама, как это называется, барбекю же, да, вроде называется? Блин, я что-то не помню. По-моему, да. В общем-то, здесь ничего нету, но почему-то сам этот прибор горит. И, честно говоря, немножко это смущает. Вдруг начнется нафиг пожар. Здесь у нас с вами находится стол для тенниса настульного. В общем-то, очень круто. Так, здесь у нас с вами, как вы видите, кухня. Огромная кухня, в которой стоит шеф-повар, который там что-то смотрит у себя в рецептах, по всей видимости, чтобы что-то вкусненькое приготовить сегодня, собственно, к столу. Различная выпивка, печей вообще дофигища, фрукты, овощи, да и тому подобное. В общем-то, ладно, давайте смотреть дальше. Здесь у нас, друзья, как вы видите, находится просто, просто нереально офигенный зал. То есть, друзья, здесь у нас с вами опять стоит такой вот, даже два столика стоят. Различные фрукты, различные приспособления для того, чтобы наливать выпивку, там, да, различные напитки, там, газировки, соки и тому подобное. Очень все круто это смотрится, прям реально офигенно. Так, давайте смотреть дальше. Здесь у нас с вами, как вы видите, просто огромный, реально огромный зал. Очень крутой зал. Здесь сидят различные люди, их, кстати, очень много, как вы видите. Кто-то вот тут валяется на диванчике, общается, кто-то сидит за столиком, кто-то, вон, сидит тут за столиком. В общем, все гармонично, все очень круто и насыщенно. Кстати, ребятки, для кого-то, возможно, это будет реально очень большим минусом. Здесь проседает FPS. Вот у меня лично просело где-то на 15-16. У меня по стандарту в ГТАшке 5-60 FPS, и они реально держатся практически всегда. Сейчас же у меня 44-45 FPS. Честно говоря, меня немножко это смущает, потому что я уже привык играть на 60 кадрах в секунду. Я думаю, многие из вас привыкли, что я играю на таком количестве кадров. И когда начинает проседать, все равно как-то начинает теряться вот эта атмосфера. В общем-то, да. Здесь у нас с вами, как вы видите, барный столик. Ну, как это назвать? Барная стойка, да. Да. Различная, опять же, выпивка. Люди вон сидят, общаются с, собственно, барменами, да. Танцует вон один бармен. Весело всем. Так. Здесь у нас с вами тоже такой столик в середине. Вон, бильярдик. В общем-то, все очень круто. Прям вообще офигенно. Так, здесь тут различные дарцы, различные декорации. Огромная панель, реально огромный, огромный диван для того, чтобы собираться всей толпой и смотреть различные интересные фильмы. Ну что ж, пойдем сразу же наверх. Посмотрим, что же у нас есть наверху. Так, интересно, двери... Нет, двери, походу, не открываются, да? Да, не открываются, не открываются двери, посмотрите. Не могу ничего сделать, никак войти. Но здесь у нас что-то типа комнаты отдыха, ну да, чтобы просто посидеть на диванчиках, там, попить, газировочки, там, и тому подобное. Такой мини-тенек, скажем, чтобы, да, если там, наверное, устал сидеть на палящем солнце, чтобы зайти вот так вот там посидеть, расслабиться, ну и тому подобное. Так, здесь у нас, как я понял, холл. То есть вот это и был вход. Я начал не с того края. Ну ладно. Как говорится... Как говорится, нормально. Да, именно так и говорится. Так, ребят, здесь у нас, собственно... Как это называется, блин, честно говоря, я забыл. Но, ладно. В общем-то, здесь мы регистрируемся, походу, да? То есть нам дают ключики от нашего номера. Ну и мы идем там, не знаю, отдыхать, наслаждаться этой прекрасной природой. Ну и тому подобное. Так, ну что ж, фонтанчики вон всякие. Здесь у нас, друзья, офигенная просто коллекция машин. Lada Priora. Это у нас... Я так полагаю, это Aston Martin, нет? Или что это? Блин. Ну, короче, ладно, спорткары. Спорткары. Ну, не считаю Lada Priora, конечно. Lada Priora сама по себе крутая тачка просто. Опять же, большой фонтан, в котором мы вот так вот можем побегать, покупаться, да? Освежиться, как говорится. Здесь у нас продолжаются тачки. Так, вот это офигенная машина. Да, это у нас что-то типа закоса под BMW i8, как я понимаю, да? Ой, i8, i5, твою мать. Туплю уже. Да. Так. Здесь у нас, друзья, также стоит еще, как вы видите, молния McQueen. Ну да. Это, друзья, у меня просто моделька осталась, то есть я ее не удалил. И до сих пор эта машина меня продолжает преследовать во всех тест-драйвах и обзорах. Обзорах, точнее, вот таких вот различных домиков. Так, здесь у нас с вами, опять же, вот огромная площадка, дофига тачек различных крутых. Различные, вон, вообще, раритеты. Блин, все очень круто, серьезно. И вот вертолет. Походу, кто-то на вертолете сюда пролетел. Ну, я и говорю, блин, отель для миллионеров или отель миллионера, просто не знаю. Да, очень круто, блин. Так, здесь у нас с вами, собственно, такой вот мостик красивый. Лодочка стоит. Бассейны большие, прям вообще огромные. Много людей. Вон, лягушатник. Тут купаются у нас дамы, мужчины вон купаются. Все очень круто смотрится. Мне очень нравится. Опять же, вот мороженки, выпивка. Везде выпивка, везде мороженки. Везде все очень круто. Так, здесь у нас бассейны, опять же, интересно, глубокие? Да, глубокие такие достаточно, посмотрите. Блин, очень круто. Ой, там же девушка у нас голая. Да, как всегда, блин, а. Хочешь что-нибудь поснимать такой, да? Сразу же, блин, попадается какая-то вот такая вот фигня. Ну, ладно. Я надеюсь, вы не видели. Так. Там нет, там все одеты. Хорошо. Так, спасатели у нас тут, кстати, находятся. Как вы видите, чтобы, если что, то они спасли тонущего человека. Так, давайте на скутере по... Офигеть тут глубоко. Давай всплывай. Оп. Отлично. Так. Давай, 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 давай. Так, друзья. У нас тут есть скутер. И там у нас в бассейне трамплин, как вы, наверное, могли заметить. Это мне намекает на одну мысль. Очень крутая мысль, кстати. Так, оп. Ну, блин, не такую мысль. Я хотел нормально пролететь. Еще и всех испугал, посмотрите. Капец. Все реально испугались. Что, вырезался? Так, ну ладно. Чтобы никого не пугать, давайте мы вот так вот выйдем и пойдем просто. Что-то все какие-то пугливые прям очень. Посмотрите, в GTA-шке вообще все какие-то прям... И на них дунул, они уже побежали. Очень странно, честно говоря. Так. Друзья, значит, что мы сейчас с вами еще сделаем? Мы с вами не посмотрели верхние этажи. Честно говоря, почему-то я не нашел вход на них. То есть мы с вами бежали там по кругу и ничего что-то я не смог обнаружить. Как, собственно, войти в эти места. Так, здесь у нас тоже помещение какое-то, поэтому... Блин, а я... А я никак не смогу. А нет, вот, все хорошо. Так, друзья, здесь у нас, как вы видите, отель. То есть сам номер. Так, офигенные, кстати, номера. Посмотрите, прям вообще офигенные. Но почему-то, блин, я не могу вот так вот выйти. То есть просто закрытый отель, что ли? Ну, то есть комната. Это странно как-то. Ну, ладно. Так, здесь у нас, друзья, с вами большая кровать, душевая. Ну, все, как и полагается, собственно, в отельном номере. Вот такие вот душевые кабинки. Все очень круто смотрится. Блин, реально очень-очень круто. Так, блин, нас, походу, накрылись из-за того, что мы с вами вошли в чужой номер. Прям все реально сразу же убежали. Мне это очень бесит. Вот такой вот факт в этажке, то, что все какие-то пугливые. Все убегают постоянно, когда что-то происходит. И это, блин, капец какой-то. Как будто какой-то зомби-апокалипсис. Знаете, как будто я, я не знаю, как будто я там что-то такое сделал, что прям вообще жесть. Реально такое чувство. Так, оп, нифига себе, как я хорошенько ударился. Так, ну что же, друзья, здесь у нас еще один этаж. Там, походу, с лестницы даже на него я что-то, походу, не доглядел. Так, давайте вот так вот спустимся, посмотрим. Так, давай-давай. Да твою мать, почему ты не хочешь спускаться, ну? Так. А как сюда войти, интересно? Ну, походу, тоже вот отсюда, но почему-то здесь закрыто все. Возможно, я ошибся и, возможно, кстати, друзья, здесь надо будет устанавливать мод через меню. Или как она там называется эта программа, хотя, честно говоря, мне в это тяжело верится, потому что там ничего про это не было сказано. Ну, ладно, будем брать в расчет, что здесь, друзья, вот такие вот есть помещения, в которые вы также можете войти и провести здесь время. Но, к сожалению, в них просто так, скорее всего, вам не попасть. Поэтому вам придется как-то ухитриться, ну или так же, как и я с помощью native trainer, ой, native trainer, я говорю, simple trainer, вот так вот подняться и здесь, собственно, остаться, да. А здесь, друзья, у нас с вами еще одна душевая, все очень круто смотрится, да. И, в принципе-то и все, вроде как здесь больше ничего такого интересненького-то и нету. А на этом-то, пожалуй, мы с вами, наверное, и закончим тогда и продолжим уже на обзоре следующей модификации. Да. Так, давай-ка всплывай, Майкл, давай-давай-давай-давай, вот так, хорошо, давай выплывай. Ну вот, отлично. Так, друзья, давайте-ка еще раз пробежимся вот так вот внутри. Что-то все какие-то пугливые, посмотрите, бегут прям в стену. О, господи, напугал людей. Чуть-чуть, чуть-чуть просто реально там что-то сказал, упал и все, сразу же все бегут. Бред полный, реально просто полный бред. По сути, реально должны эти двери быть входибельны, на мой взгляд. Почему вот они не открываются? Че за бред? Откруйте дверь. О, ладно, короче, ладно, ладно, все. Все, друзья, заканчиваем мы с вами на этом и продолжим уже на обзоре следующей модификации. Знаете, что сейчас я сделаю? Я просто сейчас возьму нафиг и стрельну вот куда-нибудь вот сюда. Так. Вот. Блин. Че за бред? Так. Ну-ка, людей тоже стреляем, а никто не хочет, чтобы я в них стрелял. Так. Отрабатываем по всем местностям просто. Че за бред? Почему она не хочет? Почему не хочет стреляться? Че за... Че происходит? Оп, хорошо. Так, вот сюда еще. Так, отлично, отлично, отлично. Ну, че, у нас все разбежались вроде как. Это хорошо. Так. В общем-то, ребят, вы просили меня уничтожать дома. Да, то есть я теперь это, как видите, делаю. Уничтожаю, ну, даже не всегда гранатами, а просто вот так вот даже стреляю с различных бластеров и тому подобного. Так, ну-ка, перезарядочка давай. А, уже заряжен. Так. Ну, расстреливаем потихонечку. Так, вот так, вот так. Да, надо пострелять. Вот, хорошо. Ну, и, собственно, друзья, давайте закончим на этом. И продолжим уже на обзоре следующая модификация. А пока что на этом все. С вами был я, Жека Гост. Не забывайте подписываться на новые видеоролики. Ставить лайки, писать комменты. Также не забывайте добавляться в группу ВКонтакте, добавлять видео в избранное. Ну, что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Теперь сходи лопаются. Ох, офигеть, круто, посмотрите. Офигенно. Ха-ха. Вот это да. Ну, вот это технология. Хе-хе-хе.